Здравствуйте! В эфире программа «История жизни». Меня зовут Владимир Петухов. Эта женщина называла себя карандашом в руках Бога, пишущего «Миру послание любви». Ее фразы, ее мысли можно найти в десятках книг, посвященных ей. И эти книги, конечно же, стали хрестоматийным пособием для многих верующих. Она, пожалуй, наиболее известный церковный деятель XX века. Ее давным-давно при жизни окрестили неким символом добра и помощи ближним. Ее называли «Мать Тереза». Перед ней распахивались двери дворцов и хижин. Она разговаривала с сильными миросивой и бедняками, и для всех находила мудрые слова утешения и поддержки. Ее принимали король Норвегии Харальд V, принт Чарльз, принцесса Диана, римские папы, политические лидеры Ясер Арафат, Фидель Кастро, Джордж Буш. И все считали за честь поговорить с ней. Она не искала славы. Она выполняла свой долг. А все остальное, премии, ордена, речи, признания, было лишь орнаментом. То есть внешней оболочкой, за которой скрывались неустанная и невидимая работа души. Она целовала каждого умирающего в лоб, вопреки всем представлениям о нормальной человеческой брезгливости. Эта женщина излучала свет. Она несла свет Бога, которым была освящена сама. Сегодня ее имя свидетельствует о любви и помощи ближнему, о готовности откликнуться на чужую беду, поступившись даже собственными интересами. Чего стоит ироническое «ты что, мать Тереза, что ли?» Ведь сам язык сохранил память о матери Терезе. Но чем же конкретно она была знаменита? Эта маленькая, вся в морщинах сестричка из Калькутты для всего человечества стала настоящим сокровищем, поскольку излучала свет Божьей любви. Она возвратила к жизни подлинно христианское понимание благотворительности. Сотворение блага не деньгами, не излишками от богатства, а затратами собственной души. Она действительно стала матерью для многих никому не нужных детей, для младенцев из мусорных ящиков, для маленьких инвалидов и сирот. Маленькая, худощавая, улыбчивая старушка. Проницательный взгляд, подвижное лицо, грубые, непропорционально большие натруженные крестьянские руки. В ее присутствии собеседники ощущали себя осмысленной частью творения. Она лучезарно и умно смотрела в лицо мира, смотрела людям в глаза, извиняясь, что вынуждена спешить. Она не говорила ежесекундно слов о Боге, но о нем свидетельствовала своей жизнью. Она радостно делала то, что оказалось за пределами человеческих интересов. Говорила никому не нужному, ничем не примечательному, нищему, увечному, беспомощному. Ты не один. Агнес Бояджиу, будущая мать Тереза, родилась в албанском городе Скопье 26 августа 1910 года, третьим по счету ребенком в обеспеченной семье. Ее отец торговал лекарствами, а чуть позже привозил товары в Скопье из Италии. Скопье – городок на Балканах со всеми признаками турецкого наследия, с базарами, миноретами и невероятно пестрым населением. Все религии и секты были представлены в маленьком Скопье. Семья Бояджиу добавляла этому букету пестроты. Эти албанцы были католиками, что было очень большой редкостью, то есть представляли абсолютно религиозное меньшинство и среди албанцев, которые, как известно, в основном мусульмане, и среди православных сербов. А слежащая неподалеку католической Хорватией, Сербию всегда разделяла долгая вражда. Агнес была очень спокойная, послушная и очень обаятельная девчонка. Она пела в церковном хоре, помогала не только матери, но и помогала всем отстающим ученикам. Она порой даже делала за них домашние работы. И с младых ногтей она была очень романтична и очень набожна. В детстве она хотела быть то писательницей, то музыкантом, то миссионером в Африке. Чистота и непосредственность восприятия Евангелия, которое для нее было всем и таинством, и инструкцией, и вдохновением, можно сказать, тоже балканское наследство. Католическая община Скопья была малоисплоченной. Всех можно было пересчитать по головам. И слово «Евангелие» оказалось обращенным каждому человеку, как во времена первых христиан. Ни Первая мировая война, ни передел границ, ни даже провозглашенная независимость Албании не могли так потрясти семью, как внезапная кончина отца. Первые годы после его кончины были для семьи очень тяжелыми. Но мать женщины с сильной верой умела преодолевать трудности и смогла заработать, чтобы прокормить не только детей, но и позаботиться о бедных соседях. К 12 годам Агнеза уже знала, что каким-то образом должна посвятить свою жизнь Богу. Ей претило затворничество за высоким забором обители. А забота о спасении собственной души в тихих монастырских кельях казалась столь же эгоистичной, как и неусыпное бдение по охране собственного богатства. «Я хочу посвятить всю свою жизнь служению Богу». Как-то очень тихо и застенчиво сказала 18-летняя Агнез своей матери. Мать испытала шок. Ведь по тем временам такое откровенное заявление означало лишь только одно. «Если мать отпустит Агнез служить Господу, она ее больше не увидит никогда». Шок длился 24 часа. После этого мать ее благословила. Брат Лазарь, который учился в военной академии в Австрии, счел решение своей младшей сестренки обыкновенной девической блажью, о чем ей написал. Ответ Агнез бесконечно цитирует все ее многочисленные биографы. «Ты считаешь себя значительным, потому что будешь офицером и станешь служить королю с двумя миллионами подданных. Я же буду служить королю всего мира». 26 сентября 1928 года молодая Агнез садится на поезд по маршруту Скопье-Загреб. Ее мама была права. Больше она свою дочь так и не увидит никогда. Она едет в Дублин, где проводит два месяца и посвящает себя изучению английского языка. Она прекрасно понимает, что английский ей будет необходим в ее работе. Побыв какое-то время в Европе, через Суэцкий канал, через Красное море, она устремляется к своей мечте. Она едет в Индию. Едет уже не как Агнез, а едет уже как мать Тереза. Своё служение она начала в Индии. В стране, известной своей невероятной нищетой и бедностью. В 30-х годах минувшего столетия Калькутта могла повергнуть в ужас любого европейца. В зарослях кустов на городских улицах водились ядовитые змеи. К стенам дворцов жались жалкие лачуги. Люди миллионами рождались, жили, умирали на кучах мусора. Среди таких пейзажей сестра Тереза провела 16 лет, обучая бенгальских девочек истории и географии на их родном языке. Однако её подвижничество не замкнулось лишь на уличных детях и организации школ. С пятью рупиями в кармане она исчезла в трущобах Калькутты. Как отмечают историки, она сделала это по призыву Христа – следовать за ним в трущобы, чтобы служить ему через беднейших. И этому призыву сестра Тереза последовала без колебаний. По её словам, величайший грех человека – это не ненависть, а равнодушие к своим беспомощным братьям. В один из жарких сентябрьских дней 1946 года Тереза стала свидетельницей ужасной, но одновременно такой привычной картины для Калькутты. К воротам городской больницы сын привёз на тачке умирающую мать. Те его несчастные покрывали жуткие штрупы, и она не могла двигаться. Лепра – страшный недуг, и её жертвы обречены на смерть в полном одиночестве, так как родственники стараются избавиться от прокажённого. В больницу женщину не взяли. Сын оставил её умирать на улице прямо на залитой помоями мостовой. Умирающая была объедена крысами и муравьями, но ещё жива. Этот полутруп никто не хотел принимать даже в самую скромную больницу. К чему? Ведь несчастной уже не поможешь, а дожидаться, пока она умрёт, слишком дорого. Да и лучше лечить других, которые пребывают не в столь плачевном состоянии. Сестра Тереза попыталась ей помочь. Ничего не страшась, она, подошла к женщине, помыла её тело, сплошь покрытое струпьями, говоря с ней ласково и нежно. Несчастная умерла с улыбкой на устах. И тогда сестра Тереза поняла, что это был знак для неё, что любовь Христова и любовь к Христу сильнее, чем её слабость. Приняв монашеский обет, она получила право называться матерью. А через два года католическая церковь разрешила ей покинуть монастырь и стать вольной монахиней. На окраине Калькуты мать Тереза нашла заброшенный дом, куда постепенно стала приводить всех обездоленных, бездомных и больных людей. Она ухаживала за ними, промывала им раны. Её пути лежали по городу, где её уже ждали люди, нуждающиеся в помощи и внимании. Слух о необыкновенной монахине дошёл до городских властей. Так было положено начало дому для умирающих бедняков. Она попросила муниципалитет выделить ей место, куда можно было бы свозить умирающих. Каждый, даже самый последний, уродливый, мало похожий на разумное существо, бедняга был принят в этом доме. Мать Тереза ухаживала за людьми в последние часы их жизни, чтобы они умерли красиво. «Красивая смерть, — говорила она, — это когда люди, которые жили как животные, могут умереть как ангелы». Вначале окружающие относились к ней с явным недоверием. Они видели в её служении Христу вызов в своей собственной вере. Но всё изменилось после того, когда Тереза на своих руках внесла в свой приют умирающего от холеры жреца языческого храма. Каждое утро мать Терезы начиналась с нескольких часов молитвы. Она не могла выйти к людям, не почистив предварительно свою душу от личных амбиций и людской злобы, что наслаивалось в атмосфере. Зато когда она со своими верными сёстрами появлялась на улице, радость сочилась из их глаз и изливалась на враждебные лица. То, что когда-то начиналось всего лишь навсего с 12 сестёр милосердия, на сегодняшний день насчитывает 300 тысяч человек, которые работают в 80 странах мира. Они работают в детских приютах, в больницах, они работают в лепрозориях. В 1979 году матери Терезе была присуждена Нобелевская премия мира за деятельность в помощь страждующему человеку. Средства, которые должны были быть потрачены на банкет, она попросила передать «моим людям». Именно так она называла страдающих. Кстати, получив Нобелевскую премию, она её случайно оставила в одной из комнат Королевского дворца. Но, слава богу, конечно, награду потом вернули её обладательницы. Из Нобелевского лауреатства она извлекла выгоду. Полем её деятельности были горячие точки планеты. Северная Ирландия, Южная Африка, Ливан. Она могла не громко, но властно останавливать войну. Пусть ненадолго, как в Беруте 82-м. Во время осады Берута мать Тереза убедила армию израильтян и палестинских партизан прекратить перестрелку. В 1985 году её приглашают в Генеральную ассамблею ООН по случаю сорокалетия этой организации. Но возникает небольшая проблема. По правилам, заседание ассамблеи на нём не разрешается молиться. Однако это правило было не способно остановить её. Она поднялась на трибуну, помолилась и прочитала собравшимся лидерам стран мира такое послание. «Вы и я должны сделать шаг навстречу друг другу и разделить радость любви. Но мы не можем давать то, чего не имеем сами. Вот почему нам нужно молиться. И молитва даст нам чистое сердце. Где бы ни была эта женщина, она везде оставляла за собой благоухание Бога и его следы. Она не любила давать интервью. Она знала, что нет времени, её постоянно где-то ждут. Ей дарили невероятные машины. Она продавала их и на вырученные деньги строила госпиталь. Один репортер, специально приехавший в Калькуту, чтобы взять интервью у матери Терезы, услышал в ответ. «Интервью со мной? Разговаривайте лучше с Богом». На следующий день он уже помогал сёстрам обмывать умирающих и за время своего пребывания в приюте больше ни разу не упомянул об интервью. Многолетняя подвижническая деятельность матери Терезы закончилась только с наступлением её смерти. В начале 1997 года она покинула пост настоятельницы Ордена Милосердия, а в сентябре того же года представа перед Господом. Сердце перестало поспевать за своей хозяйкой. Она отошла в вечность в возрасте 87 лет. Провожать её в последний путь вышло полтора миллиона человек, среди которых были видны и политические, и религиозные деятели, а также те, кому мать Тереза посвятила всю свою жизнь. Сироты, прокажённые и бездомные. Незадолго до смерти её как-то спросил журналист. «Скажите, вы боитесь смерти?» «Нет», — сказала мать Тереза. «Абсолютно не боюсь. Ведь смерть — это возвращение домой. Как можно бояться возвращения к своим близким?» «Я с нетерпением жду этого момента, поскольку я обязательно увижусь со своим Творцом и увижусь с теми людьми, которых при жизни смогла одарить любовью». Она говорила это, а на её лице сияла улыбка. Через пять лет после кончины мать Тереза была причислена к лику блаженных католической церквью. Сегодня в Албании в её честь назван аэропорт, а в Индии даже ходят монеты с её изображением. Но это всё, как говорится, лишь только одна сторона медали. Существует и другая. В последнее время многие историки утверждают, что мать Тереза вовсе не была такой святой, как её выставляет католическая церковь. В разные годы в разных странах и разными обозревателями высказывались предположения о суммах, пожертвованных для фонда матери Терезы. От 50 до 100 миллионов долларов в год. Но фактических подтверждений этому не было. В Великобритании закон обязывает организации, получающие пожертвования от населения, предоставлять отчёты об их реализации. И выяснилось, что за 91-й год фонд матери Терезы собрал 2 миллиона 600 тысяч долларов только в Великобритании, из которых только 7% были потрачены, собственно, на нужды бедных и обездоленных. А остальные 93% были переведены в Ватиканский банк в Риме и оприходованы на рутинные нужды католической церкви. Как пишет в своей книге «Миссионерская позиция», «Мать Тереза» в теории и практике, известный американский журналист и публицист, ярый антиклерикал и убеждённый атеист Кристофер Хитченс, мать Тереза при жизни была знакома со многими очень неприятными личностями. Двое из них – дювалье Жан-Клод и Мишель, которые правили Гаити как полицейским государством 1971 года, пока они не были свергнуты народным восстанием в 1986-м. Они разграбили страну и украли большую часть государственной казны, когда бежали. Тереза посетила их лично в 1981 году и дала высокую оценку дювалье и их режиму как дружественному по отношению к бедным слоям населения. Её выступление крутилось на государственном телевидении несколько недель. Тогда она получила от режима дювалье полтора миллиона долларов. Посещая Гаити в другой раз и получая Орден Легиона Славы из рук президента Жан-Клода дювалье – это ещё один миллион долларов придачу – мать Тереза сказала, что покорена любовью дювалье к своему народу и что народ платит ему полной взаимностью. Через три года после этого визита дювалье был свергнут любящим народом и бежал, прихватив с собой несколько сотен миллионов долларов. Удивительно, но в 1990 году мать Тереза посетила могилу известного коммунистического диктатора Энвера Хаджи – человека, который практически ликвидировал её религию в её же родной Албании. Она получала и регулярные пожертвования от газетного магната Роберта Максвелла, обворовавшего пенсионный фонд своих же работников на 450 миллионов фунтов стерлингов. Список её друзей и спонсоров также включает «Никарагуанских Контрас» – католической террористической группы, которые организовывали эскадроны смерти в отношении гражданского населения в попытках завоевать страну. Получала деньги она от Ясера Арафата, которого называла своим другом и с которым встречалась в Ливане. Ещё более зловещие слухи связывали деятельность её ордена в некоторых странах Латинской Америки с пожертвованиями людоедских наркокарателей. Деньги на помощь больным и нищим были пропитаны кровью и пахли кокаином. Но наибольший негативный общественный резонанс вызвала дружба матери Терезы с американским банковским мошенником Чарльзом Китингом, который ограбил своих вкладчиков на 252 миллиона долларов и за это получил 10 лет тюрьмы. А фонд матери Терезы получил от Китинга 1 миллион 250 тысяч долларов и право пользоваться его личным воздушным транспортом в любой момент. Видимо, этот факт заставил мать Терезу написать письмо прокурору с горячей просьбой о помиловании Китинга. Просьба, естественно, не была удовлетворена. Прокурор предложил ей вернуть подарок Китинга, потому что это были краденые деньги. Она этого не сделала и на письмо прокурора не ответила. К матери Терезе много раз обращались просьбы вернуть грязные деньги именно тем, у кого они были украдены. Каждый раз следовал решительный отказ. Они пожертвовали эти деньги от чистого сердца не мне, а тому делу, которым я занимаюсь. Я не могу их отдать? Несмотря на распространенное мнение о том, что мать Тереза всячески старалась облегчить участь умирающих больных людей, по свидетельству экс-волонтеров, которые тесно работали с ней долгие годы, это было не совсем так. Она порою крестила людей, которые уже были без чувств, не сопротивлялись. И порой это было, конечно, сделано против их воли. Секретность была обусловлена тем, чтобы на поверхность не свыли факты того, что мать Тереза крестила индусов и мусульман. Как документирует тот же Хитчинс, она фактически полагала, что страдание было выгодным. Это то, почему она держала свои клиники настолько примитивными, не для того, чтобы больные люди могли быть вылечены, а для того, чтобы они могли стать ближе к Богу через их страдания. Бесплатные клиники Терезы оказывали помощь, которая была в лучшем случае примитивной и бессистемной, а в худшем – антисанитарной и опасной, несмотря на огромные суммы пожертвований, которые она получала. Опять же, важно отметить, что эти условия не были результатом недостаточного финансирования. Организация Тереза регулярно получала многомиллионные пожертвования, которые скрывались на банковских счетах, в то время как добровольцам говорили просить у спонсоров больше денег, аргументируя крайней нищетой и отчаянной нуждой. На деньги, которые она получала, вполне можно было построить полдюжины полностью оборудованных современных больниц. Но эти деньги никогда не использовались для этой цели. Врачи из Западной Европы сначала были в недоумении, а потом были крайне возмущены фактом того, что многих людей в Доме Смерти можно было спасти. И при этом не нужно было делать каких-то дорогостоящих операций. Можно было воспользоваться просто обыкновенными лекарственными средствами, теми же самыми антибиотиками, которых в Доме Смерти не было. Иглы и шприцы мылись под краном. Инфекционные больные лежали в перемешку с остальными, а онкологические больные, страдавшие от нестерпимых болей, так и умирали в мучениях без боли утоляющих лекарств. В комнатах Дома Смерти не было ни стульев, ни вообще никакой мебели, кроме матрасов, брошенных на пол, без постельного белья. В Доме Смерти никогда не работал квалифицированный медицинский персонал. Только профессионально неграмотные монахини и волонтеры. И это вполне отражает философию матери Терезы, считавшей, что наш мир становится лучше благодаря страданиям обездоленных. Бедные люди должны быть счастливы своей прекрасной миссией и возможностью разделить ее с Христом. Поэтому на многочисленные просьбы и призывы превратить Дом Смерти в больницу или хотя бы в хоспис, так как средства более чем позволяли, ответом было неизменное «нет». Все, к чему стремилась мать Тереза в своей деятельности, это возложить крест начала умирающего и таким образом преумножить Царство Христово. Однако, по утверждению все того же американца Хитчинса, на своем здоровье мать Терезы не экономила никогда. Она всегда пользовалась передовыми медицинскими технологиями и если болела, то болела в самых высокооплачиваемых клиниках мира. Она ездила по всему миру, проповедуя против разводов, абортов и противозачаточных средств. На церемонии награждения Нобелевской премии она провозгласила, что величайшая угроза миру во всем мире – это аборты. Однажды она предположила, что СПИД может быть справедливым наказанием за предосудительное сексуальное поведение. «Мы не позволим ни одного аборта и запретим все противозачаточные средства», – говорила мать Тереза с трибуны перед многочисленной толпой во время посещения Ирландии. И в то же время она поддерживала закон о насильственной стерилизации населения Индии, проводимый премьер-министром Индирой Ганди и ее сыном-последователем Самджаем Ганди, за что, кстати, заслужила порицание католической церкви. Как-то во время пресс-конференции ее спросили, «Скажите, вы учите смирение умирающих бедняков?» На что Тереза ответила, «Это прекрасно, когда смиренные бедняки, умирая, встречаются со своим создателем. Страдание бедняков очень помогает этому миру». Но сама она жила более чем в достатке, останавливаясь в роскошных гостиницах во время заграничных поездок. Похоже, оставалось незамеченным, что она проводила большую часть своего времени вдали от Калькутты, подолгу задерживаясь в богатых домах Европы и США, летая из Рима в Лондон, а оттуда в Нью-Йорк на частных самолетах. В результате ее деятельности, по самым скромным подсчетам, в Ватикан заработал 3,5 миллиарда долларов, поступивших в ватиканские банки и никак не использовавшихся ни для помощи бедным, ни для милосердия. Следы значительной части денег, оставшихся у матери Терезы, канули в неизвестность после ее смерти. Официально счетов в банках у нее не было. Но где же тогда эти деньги хранились? Ведь потрачено на благотворительность было так мало, по сравнению даже с небольшим остатком. Я полагаю, что людей, которые положили всю свою жизнь на алтарь служения Господу Богу, всегда чернили. И неважно, были это христиане, мусульмане или буддисты, безбожников во все времена было огромное количество. Не стало исключением в этом отношении и мать Терезы. Еще бы, ведь она стала одним из самых узнаваемых лиц католицизма в 20 веке. Благотворительные общественные деятельности обеспечили ей повсеместную узнаваемость и громкую репутацию. Пожалуй, она вполне могла бы побороться с самим Папой Римским, если бы на Святой Престол можно было взойти путем демократических выборов. Поэтому мне лично не приходится удивляться подобным обличительным статьям в адрес Святой. Достаточно вспомнить Святое Писание от Матфея. «Ненавидимы будете за имя мое, претерпевший же до конца спасется». И на этот счет у меня нет абсолютно никаких сомнений. Матфея «Ненавидимы будете за имя мое, претерпевший же до конца спасется». «Ненавидимы будете за имя мое, претерпевший же до конца спасется». «Ненавидимы будете за имя мое, претерпевший же до конца спасется». Продолжение следует...